Речь пойдет о нации, национальности и о патриотизме. А сопутствующий антураж здесь не случайен. Именно в Америке я понял, что такое настоящий патриотизм и национализм. И национализм учился по этим книжкам детским, надо сказать. А это тот самый знаменитый миг, который мы учили, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке. Да, это как раз боевая футболка из этого самого геномного центра MIT. Там секвенировался, там был один, в Штатах было несколько геномных центров, когда осуществлялась программа «Геном человека» в 90-х годах, и там был один из главных центров. Ну так вот, поскольку разговор с людьми не чуждыми философиями, то не нужно объяснять, насколько важно понимание этимологии значения слова, от того или иного. Вот. Ну, что такое дозайн, да? Вот такой дозайн. Да куда проще там. То же самое бытие, ну и простейшее бытие, после обращения к древним грекам, оно как-то лучше понимается и воспринимается. Так вот, и при разговоре о нации давайте посмотрим, что понимают под нации англосаксы. Вот детская книжка, да? Это, кстати, непосредственная школа, типа школьного учебника. Кстати, замечательные школьные учебники по истории в Америке. И вот главка там «Завоевание свободы», и там описывается вот история перед Американской революцией, в частности, во восстание индейских племен, североамериканских, вот, на границе с Канадой, там. И вождем этого восстания был понтияк. Вот понтияк — это не автомобиль, а индийский вождь, который объединил племена. Разумеется. Вообще, на Севере Америки чрезвычайно много вот названий улиц, ну, естественно, рек и озер. Но даже в городах название улиц имеет индийские корни. Вот так вот, читаем. Бойцы Пантияка были из многих индийских наций. Представляете, да? Нейшнс там, да? Нейшнс, да. Нейшнс, да, непосредственно. Нейшнс. Далее. Главка, десятая. рассвет национализма. Имеется в виду в Америке это главка охватывает в истории начало девятнадцатого века. То есть, время, когда американцы, что называется, осознали себя единой нацией. это рассвет национализма. Читаем вот слова детской. Нейшн. Группа людей, я не буду мучить вас своим английским, американским, я буду сразу же переварить. Группа людей, живущих на территории под главенством одного правительства. Обычно разделяющие одну историю, культуру, язык. группа людей, живущих под одним правительством. Ну, тогда мы понимаем, что и индейские племена это тоже нации. По сути, как вы был в уште. Это Макмеллан Декшин. Ну, ладно. Тут на самом деле много примеров можно привести. Я дальше не буду. Обратимся непосредственно к английским и американским словарям начала 19 века. Здесь уже поднейшим понимается сообщество людей, которые живут в одной стране или под одним и тем же. сувереном или правительством. То есть под нацией понимается сообщество людей, имеющие одну и ту же власть. не общность происхождения, а общность как бы родового, не упомянуто в принципе. Так дается в словаре. Нейче и натура это от слова природы, от слова происхождения. подожди, мы говорим об англосаксах и то, что написано в словарях. Вебстер 1828 года. Вот я прочитал оттуда определение нации. И примеры как English Nation, French Nation. Часто случается, что несколько наций находятся под одним правительством. В этих случаях слово «нация» обычно означает основную массу людей, говорящих на одном языке. И далее сразу же переход к Российской Империи. В качестве примера вот такая империя как Россия состоит из многих наций. То есть с одной стороны English Nation и с другой стороны Российская Империя объединяющая несколько наций. Естественно в генезисе слова «nation» есть значение единства происхождения. «Начали» это английские слова или американские все-таки? В Экстер вообще это английские слова в ход американский считается. Но в английском меньше разницы малы. Сейчас у нас возникла дилемма между двумя определениями. Одно определение нации, которое указывает на единство происхождения, другое определение нации, как и на единство подвесного. А свои определения не задавали? Естественно, что тоже подвозревает единство происхождения, кин, род, иначен, род. Это я не от себя, а тоже основываюсь на английском темологическом словаре. У меня очень много словарей, но на самом деле я не буду перечислять все. Давайте клеим из этого в качестве. В Эбстер, да, тоже. То есть, получается, что тот, кто подвластит короля, тот и есть как бы родня. Нейшн, это тоже с одной стороны в этимологии сродежит единство происхождения. И получается, что на нейшн переносится вот единство подвластности. Нация — это уже сущность подвластная какая-то. И поэтому неудивительно такое толкование слова «нация», что нация — это сообщество людей, объединенных одним правительством, властью одного правительства, которое мы прочитали в американской детской книжке. То есть, фактически, нация — это, на самом деле, иное понимание того, что и государство. То есть, есть государство, а нация — это просто иная трактовка того, что такое государство. Да. То есть, получается, что генезис такого понятия, как «нейшн стейт», у антасаксов находится не в общественном договоре, как некоторые думают, а в самом языке. Для них это всё очень органично. Государство и нация. Да? Я не знаю, так сказать, уберительно ли я объяснил, но мне вот так вот кажется. — Извините, а что общего? «Нейшн стейт»? — «Нейшн стейт»? — Из чего вы сделали? — Национальное государство, еще раз так и утверждается, что это масло-масляное с точки зрения английского языка. — Да. Далее, неоднократно вот там можно встретить фразы типа того, что в нынешнее время считается, или многими считается, или часто так полагают, что полностью осуществленная нация — это государство, а государство — это нация. Или в качестве синонима используют нация и государство. Я имею в виду в объяснении для детей или словаря. То есть нация и государство понятие для англосаксов достаточно близки, получается. — Меня, Денис, все время смущает этот момент американцы или англосаксы. Почему я задаю этот вопрос? Он может возникнуть и у слушателей. Ведь если мы, допустим, рассмотрим именно на Америку, то для нее такое понимание нации и такое самоучреждение, буквально можно сказать, оно естественное в том плане, что это же все-таки страна эмигрантов, это страна как бы в нашем понимании национальности как родство многонациональное. — Изначально. — И искать общность и, соответственно, понимать nation так, как они понимают, для них было бы естественно. — Так ли это в Англии, допустим, и так ли это в 15 веке? — Ну, король-то в Англии, кинг и кин. Король-то в Англии. — Нет, кин — это все-таки была ваша иллюстрация к тому, что этот принцип не только в слове «nation» проявляется, но и в чем-то другом. Но встречаем ли мы, допустим, понятие «national state» где-то там, в 15 веке, до Америки, так сказать, в английской литературе? — Безусловно, нет. Понятие «nation state», я хотел подойти позже, в прошлый раз я уже говорил, появилось в 1918 году в словаре Вебстер, понятие «nation state». Что касается разницы между Америкой и Англией, то в этом аспекте я не вижу никакой разницы. Тут дело может быть в другом. Вот в слове «патриотизм». Ну, все смотрели, наверное, или многие смотрели американский замечательный фильм «Патриот». Нет? Смотрел. А? Я смотрел. Я не знаю. То же самое, что Бэднон. Ну, не важно, не важно. Да? С Бэдненьким. С Мэлом Ньюксом. С Мэлом Ньюксом. С Мэлом Ньюксом. С Мэлом Ньюксом. С Мэлом Ньюксом, да. Конечно. С Мэл difficile. С М画ом. Ну, дело тут вот еще. На самом деле понятие патриотизма растущего л altreчане. И был такой замечательный деятель 17 века анд전, Самела с Джонса. Фразу которого там все знают, что «патриотизм» – последнее она приберящее негодяев » я перешел от национализма к патриотизму потому что в американском дискурсе вот понятно совершенно что национализм это практически синоним патриотизма и патриотизм это практически синоним национализма да вот есть патриотизм происходит слово отец отечество да 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 та самая земля твои отцы и деды и иначе он тоже имеет корень единство происхождения везде во всех языках везде именно это означает по слову патр отец да 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 по смыслу очень родственная слава ну так вот возвращаемся к теме сэмэл джонсон это был как сейчас бы сказали витные дети вообще сказать английской культуры может быть самое яркое имя вот в восемнадцатого века некоторые читают что вообще он олицетворял вот английское то время вот и он такую вел культурно-просветительскую работу что называется составлял словарь в том числе да писал художественные произведения толкал речи да вот в частности это знаменитая фраза был была им использована в эссе который так назывался по моему патриотизм или патриоты обращены к английскому парламенту повторить имя и туча сэмэл джонсон вот а потом случился конфуз то есть значит англичане раскручивали патриотизм понятно и вдруг случился конфуз а именно что французская революция потом и американская сразу же или одновременно практически да это случилось английское бостонское чаепитие по моему лучше через год после смерти самого ржонсу и грубо говоря украли эти логему то словечко украли в англиче да и французы и что самое обидно американцы то есть далее раскручивать эту идеологию патриотизма начали французы и американцы прежде всего и поэтому вот мы смотрим американский патриот а не английский и вот тут я небольшой докон но по моему впечатлению вот какие-то патриотические мотивы в английской культуры 19 века как-то не очень прослеживаются и эта фраза стала уже толковаться обратно тому как она была сказана и что вот даже вот последние негодяи да да конечно положительный смысл там отрицательного смысла не могло быть в его устах потому что он это все дело и придумал грубо говоря вы понимаете я имею ввиду патриотизм он внедрял в английское общество все смысловые коннотации положительные отрицательные были никому не нужны понимаешь да после сплощения вокруг короны английские коннотации появились уже где-то прометнуло это когда вышли мемуары его не и не мемуары описание его жизни как бы говорят на биографию и вот там уже это было потом наш граф лев толстой член английского клуба уже эти слова самая джонса в русское общество в ней внедрился оттенком на негативизм вот такая история этого понятия по патриотизм и почему считается что патриотом и националистом в россии быть плохо а в америке патриотом и националистом быть очень даже даже хорошо более того иное непредставимо в америке невозможно быть не патриотом естественно не националист обществу тебя сразу же торгает то есть вы просто провели прямую линию слова нация к патриотизму и все это прямую линию перевели на государство да самом деле если вдуматься есть какая-то другая возможность да естественно естественно и вот это того что я рассказал это что существует в америке это называется по-разному скажем гражданским национализмом когда под нацией понимается политическое общество общность объединенным высшей фазой высшей фазой которого его является высшей фазой является естественно нации политическая нация образование собственного государства ну как бы по логике получается вот и объединенные единые валюты отцом различает что они там татары условно говорят там это 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 ясный этничность это к чему они относятся этничность этник вот отцом политического национализма считается жан-жак руссо да как который мечтал вот об образовании там по греческому принципу там город демократических городов пользу да ну понимаете дело в том если некая идеология становится на вооружении государства да в данном случае буржуазного либерально-демократического государства то во всех и делах все работают в данном обществе идеологии они должны работать на плюс поэтому в истоках нации ищутся демократические корни во-первых да это вот в книжках отчетливо видно и считается наоборот что культура что национализм воспитывает демократическую культуру как бы да вот это но это понятно естественно что идеология мы надо использовать на благо как раз это хорошего слова что идеология ваше определение они именно с ради того что ради спокойствия да ради как бы некой общественной солидарности людей вот лучше придумать какую-то подходящую идеологию да вот и как бы бани эту идеологию продвигать жизни и мирно и спокойно да причем через детские учебники да мой основной поинт заключается немножко другом в естественности вот этого процесса культурно-исторического идеологического диагнозацев это абсолютно естественно сюда но надо рассказать что одновременно вот с этим самым с руссо творил эрган готферд гёртферда в германии с его чем чем с немецким духом огняющим нацию тоже то есть на самом деле есть два основных представления о нации условно говоря англосаксонская и условно говорима немецкая или иначе говоря не гражданский национализм этнически лучше скажу лучше и пищи давайте не путать этнический национализм вот этим Да, или премардиальный. То есть, естественно, то, что в естествии, вот в роде, в роде, или в народе, народ вырастает из объединения родов. Помните различие эллинов и варваров? Да, это на самом деле не что иное, как этнический националист. То есть, есть как бы эллины, да, вот они там, а есть как бы все остальные. И они точно так же у них есть определение от слова отец, как я говорил, отечество там и так далее. Так вот, вторая линия, на самом деле, она в культурном смысле, она к концу 19 века приобрела очень большое влияние. К концу 19 века. Ну, мы все знаем вот эти самые запоздавшие буржуазные революции в Европе, когда малые нации уже как бы пробуждались, пробуждались не просто так, а своими будителями, да, которые апеллировали прежде всего вот к духу собственного народа, то есть к этническому. Более того, да, не более того, на самом деле, вот несмотря на бурную историю 19 века в плане революционном, да, в том числе национально-особорительных революций, которые народы освобождались от империй, да, вот несмотря на это, вот такой четкой рефлексии над понятием нации не было. Как ни странно. Об этом пишутся современные исследователи национализма, и в научной литературе первая работа, которую отсылают, и где была проведена четкая дифференциация нация как понятие гражданское, и нация как понятие культурно-историческое, этническое, да, это начало прошлого века, 1902-1970. Да, так вот я сказал, что вот к концу 19 века вот эта линия этническая, да, в понимании нации, она была очень сильна, вот связана, ну, с модой на росологию, во-первых, на теорию рас, там, теория Дарвина появилась, да, потом появилась наука этнография. В Российской империи первые этнографические исследования, они еще к концу, значит, 19 века, да, появились, а в 1902 году появилось отделение в Русском музее, и отделение этнографии на нынешний этнографический музей. И он проводил, надо сказать, каждый год практически этнографические испедиции. Что самое интересное, после революции первая, первая, первая этнографическая испедиция была датирована в 1921 году. То есть, ну, сразу гражданская война еще, да, и вот 20-е годы были насыщены этнографической, кстати, в вашем районе. По-моему, первая, по-моему, чуть-чуть, чуть-чуть туда и поехала, вот где-то, на Ородо-Поволжье, там, че-то-то. Он, да, 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 вот 20-е, 30-е годы, это такой вот рассвет. А Микруха могла и типа не было этнографического? Конечно, это конец 19-го века, да, вот я и говорю. Просто официально оформилось этнографическое отделение, которое посылало экспедиции за государственные счеты по просторам России в разные стороны. То есть, я хочу сказать, что это был мейнстрим, вот эти этнографические исследования, это был научный мейнстрим в некотором смысле. И это, естественно, сходилось все с пониманием нации в чисто немецком духе, да. Более того, русская эта культура, мы знаем, в значительной степени была воспринята, ну, я не хочу сказать немецкой, да, но немецкое влияние на русскую культуру более чем значительно, не говоря уже о том, что элита Российской империи в значительной степени была кровно связана с Германией. Ну, если не с Германией, то с немецкими землями. Так или иначе? Ну, в общем, мы прослеживаем две линии, да, в понимании того, что такое нация. Это одна линия, которую я был, на самом деле, углубил, и не только с немцев начинал, начинал бы с греков, да, потому что эти первые роды греки различили именно варваров, китайцы, возможно, даже чуть-чуть. Да это все народы различали. Да, линию греков, которые пытались возвести, как бы, вот, патриотизм, национальность, исходя из происхождения, да, вот, происхождение. Вот, немного же не так, ведь, потому что варвары, это не тот, который просто не цивилизован. Варвары, 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 которые говорят непонятно, никак греки не говорят. Это разница по цивилизационному признаку. Подожди, давайте... Золотые миллиарды, все страны. А вторая линия, я бы, на самом деле, возвел ее к римлянам, потому что первое понимание национальности, как бы, в смысле, гражданственности, я думаю, это все-таки римское государство, где не важно было, к какому ты этому принадлежишь, или еврей ты, там, грек, там, или еще кто-нибудь, а важно было, что ли, гражданин ты от Рима, или негражданин. Вот это было существенно, а все остальное, вот, все остальные, как бы... Ну, это, кстати, на позднем этапе уже римской империи, и вот они варваров сделали римскими гражданами, и потом пошло-поехало, и вплоть до развала. В любом случае, как бы, вот, мы видим две линии. Одну линию понимать, возможно, этого слова «нация» действительно не было, вы правильно тебе говорите, просто одна линия понимать свое, как бы, как сказать, самосознание национальное на основе происхождения, а второй понимать на основе принадлежности какому-то государству, да, гражданскому. Собственно, когда мы обсуждали русскую национальную идею, Игоря, собственно, эти две линии, как бы, и возникли, да. Игорь считает, что есть некое, вроде, родовое понимание национальности и нации, да, а есть, как бы, вот, а я говорил о том, что на самом деле надо возводить, вот, брать какую-то идею государственную, да, то, что вы разучиваете, вот, собственно, англосаксовскую идею. И это, мне кажется, правильно, потому что в нашем государстве очень много национальности, если мы будем пытаться строить национальные государства, да, или основывать понятие нации, наверное, на какой-то отдельной национальности, да, то, что происходит, на основе какого-то отдельного рода, у нас возникли новые проблемы. Ну, вот, я хочу перейти к вопросу дискуссионного, мы можем обсудить этот вопрос в плане применения к себе этого, нынешнем. Ну, в том и нации, или не нации. Да, но перед этим я хочу продолжить этот исторический экскурс, короткий, рассмотреть, вот, значит, что же случилось с нашей страной. А про Америку вы можете еще уточнить? Вот, все-таки у них единое правительство, но есть же партийная система, есть республиканцы, есть, там, демократы. Вот, скажем так, человек, который не согласен с действиями текущего правительства, не разделяет линию, так сказать, он, он как, вот, он остается гражданином, он отторгается обществом или нет? Безусловно, да. И он всегда мыслит? Да, потому что, да. Там не две партии, там более 20 партий. Ну, я же сказал, что, вот, ну, разное мнение везде существует, это не мешает. Нет, делали вы это. Ищется, что национализм имеет демократический характер, считается, да? Раз общество либерально-демократическое, то и национализм, ну, в смысле, государственный характер, должен. Политический. Вот, допустим, быть оправдан тем, что он имеет демократическую культуру. Ну, если политический, правда, а политический систем демократии, то надо проявляться демократия. Вот, допустим, ради бога, к древним грекам уводят, вплоть до, понимаешь, да? Да нет. Истоки национализма. Не демократии, а еще и национализма. Понимаешь, это некое оправдание. Нет, ну, вы поймите другое, да? Что с философской точки зрения, ну, наверное, давайте я потом, как бы, вернусь к этому, когда мы будем дискуссией заниматься. Да. Есть серьезная претензия к этому определению американскому. Оно, как бы... Конечно, есть масса. Это было бы, хочешь сказать? Да. Ну, во-первых, просто я как хочу ввести другое понятие, как бы вы сами понимаете, есть понятие возраст на нации, молодые нации и древние нации. То есть, чем древнее народ, те же самые китайцы, поэтому у них более этнический признак. То есть, китайцы это те, кто по генам, там, по происхождению, блядь, а американцы это молодая нация. Как вы сказали, народ это соединение разных родов. Вот американцы просто, мы заставили формирование этой нации уже в новое время, в новейшее время. То же самое процессы происходили когда-то более древние. То есть, просто если ранее они были более однородными, то есть китайцы, допустим, те же самые, почему они считаются нацией, но у них этничные? Да нет, это не будет никогда у американцев. Приезжаешь, принимаешь, предпринимаешь. Я проживаю, потому что у американцев нет, и никогда не будет этой проблемы, о которой вы хотели сказать. Да, национальные проблемы? Или какие проблемы? Как нет? Есть проблемы, что ли? Да, вы что... Ну, давайте тогда расскажу до конца уже. Конечно, лучше не переговорим. Кстати, да, а как, извините, а как вот это вяжется с вот этими, с играми? Гражданская нация. Ну, еще раз, я нацию, как вы различите. Нацию можно понимать как в политическом смысле. Но, я только хочу сказать, что попытка есть, но попытка... Это только в учебнике написано, или они так живут? Вот о чем речь. В русском политическом смысле это несет негативный смысл, национализм. Дословно, нация, это синоним слова фашист. Ну, да, в детском смысле. У нас это то же самое. Вы же такие термины не использовали. Ну, это за последнее время, да. Ну, чтобы не использовать, если навязано... В 2005 году. Как это возможно? Так, а чем ты говоришь? Вопрос в том, что, вот, с одной стороны, есть декларация, что мы, все, кто под одним правительством, на одной территории, вот, мы как бы единая нация. А с другой стороны, этнический конфликт все равно существует. И, так сказать, да... Судьяка очень хорошо понимает, что они негативные, а не белые. И это буквально чуть ли не главная тема. Во-первых, эти этнические трения, естественно, которые, признаются, имеют место, и вообще-то межрасовые даже, да, они никоим образом не увязываются с понятием нации. Ну, как, вот, когда Обама стал первым президентом, это же было событие, понимаете, это был вызов, он баллотируется, он избран. Вот в этот момент можно сказать, да. Но до этого момента... Нация муниет, нация развивается, понимаешь, да? До этого момента, до этого момента некой не мог ставить президент. Нация это политическая общественность, да? Но есть некий минуетик, который были... А есть в мире, например, успешные политические нации, как это долго существовавше. Я думаю, что Российская империя... Она же не политическая нация, а этническая у нас. Какая нация? Этническая. Мы имеете в виду из разных народов, которые просто в России собрались на одной территории, и постоянно приезжают иммигранты, принимаются. Давайте поймем, что идея хорошая, что этнический конфликт отвести в сторону и никак не увязывается на самом деле. Это декларации. До 50-х годов у них отдельные камни. Это декларации, это есть идеология. Этнический конфликт сейчас приводит к тому, что люди хотят отделиться, как ирландцы хотят отделиться, хотят отделиться от нас Кавказ, какие-то дагестанские, Сечня, что этнический конфликт перерастает в конфликт государственный. А индейцы, кстати, не хотят от того, чтобы этого не было, надо различить этнический конфликт и политические целостность государства. Мы так не закончим никогда. Тезис в чем состоит? Очень простое понятие, на самом деле, которое может тратить так или так. Два варианта описаны. Нация, вот этот сам концепт нации, не может существовать и никогда не существовал в отрыве от идеологии, которая на самом деле отдельно от концепта нации. Что имеется в виду в данном случае? В Америке идеология либерально-демократическая. Что это означает в связи с концептом нации? Это то, что кирпичиком нации является индивид со всеми прелестями демократии и либерализма рыночного, да, хозяйства. Поэтому на кого ты можешь обижаться, как на себя, бабенька, ты понимаешь, да, а не на белого человека. На себя. Над собой нужно работать. Над собой нужно работать. Работать больше, лучше, учиться. Антон, можно тебе сказать, можно же этнический конфликт отнести к таким же конфликтам бытовым разным. Одни любят шахматы, другие шашки, одни православные, другие католики. У нас тоже бытовой конфликт. Так можно свести, всегда свести на государственном уровне любой этнический конфликт, проще к конфликтам на каком-нибудь основании. Но оснований много, так выбирайте, да. А можно возвести его на ран политического конфликта, как вот у нас происходит каждый раз. У нас каждый раз этнический конфликт перерастает в политический конфликт, да, и люди хотят отделиться. Подождите, но война между севером и югом в Америке, это же серьезное событие. Серьезное событие. Она, с одной стороны, экономическими причинами была обусловлена, да, то есть это, может быть, подоплека, но идеология-то была как-то связана с работорговлей там, с работорговлей. И победил север, где идеология была, что все вот как бы люди равны. Но я бы сказал, что этот конфликт был традиционного общества, которое представлял юг, да, и новой вот либерально-гематологической идеологии. Ну давайте это самое, рассмотрим... Тезис-то в чем состоит? Тезис состоит в том, что есть ли нация, понимая... Какой тезис? Тезис доклада-то есть какой-то? Я сейчас говорю, выслушу тезис. Я не рассказал до тезиса. Ну подождите, дайте договорить для этого. Вы начинаете обсуждение, пока... Просто мы его ждем уже минут 45. Я тоже жду, чтобы вы вставили слово. Значит, было обозначено много, только два понимания нации в историческом аспекте, да. И вот мы приходим к чему... Мы остановились на 20-х годах, на времени возникновения нашего государства, Советский Союз бывшего, да. Вот. И интересно рассмотреть, как вот этот концепт нации был воспринят, и чем это все дело кончилось, и перейти к современности. Ну что я хочу сделать? Очень кратко. Значит, я уже говорил, что культурное влияние немецкое, в том числе в университетах, этнография, понимание нации в основном было немецкое. Немецкая школа. Немецкая школа, ясно. Вождь Иосиф 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 Сталин, свою знаменитую статью «Мартизм на национальный вопрос» написал в 1913 году. Если не лень, перечитайте. Замечательная совершенно работа. Так, да? Первый русский националист Михаил Васильевич Меньшиков, который творил в начале прошлого века газетчик, он, может быть, не очень глубокий человек, но он знал языки и транслировал западное понимание, прежде всего немецкое опять же, национального вопроса в России. Не зря его называют первым русским националистом, потому что действительно он очень много сделал в этом смысле. И вот читаешь современных националистов и сравниваешь с его статьями того периода начала века, и вот ничего нового не сказано. Точно так же, как поражаешься охвату проблематик, который сделан Сталином в статье 1912 года. Вот это понятие РЛО, русских людей обижают, которое сегодня так хорошо знакомо нам, да, русских людей обижают, это вот Михаил Васильевич Меньшиков. Вот он об этом писал, там, 10 лет, по крайней мере, как обижают русских людей, понимаешь, да, в царской империи. И те, и другие, там, и четвертые, прежде всего власть. Один к одному, вот можно перенести с того перевода на сегодняшний день. Я хочу сказать, что вот эта проблематика национальная, она была в то время очень жива и популярна. И поэтому не зря большевики первым делом начали что решать? Решать национальный вопрос. Вот многие говорят, что они там насадили нации. Русские националисты, многие так прямо говорят, вот, большевики насадили нации. Вместо того, чтобы вот обеднять один там русский народ. Дело в том, что тогда-то русского народа не было. Тогда были великороссы. Вот, кстати, аналогические исследования, которые в центральной России проводились, они вот проводились там написано. Вот великороссы, в какой-то губернии. Великороссы. Радится в том, что национальная буржуазия к тому времени уже полностью проклюнулась. И вот эти всякие народы, они уже где-то были взбудоражены национальным вопросом. Поэтому спустить на тормозах в условиях гражданской войны, разруки и прочего, да? То есть решить вопрос как-то по-другому принципиально, чем сделали большевики. Вот в моем представлении, как я знаю, то время, да, по книжкам и рассказам, было просто невозможно, нереально. То есть они фактически, ну, выбрали... Американские использовали концепты? Да совсем не американские. Нет, не американские. Нет, так что же они сделают? Что же они сделают? Обозначили нации и людям предали национальность. И национальности записали в паспорта. Так, да? Это то, что мы знаем. Это было сделано согласно вот этим самым этографическим исследованием, которые в российской пяти к тому времени уже в значительной степени были проведены. Да? Ну, естественно, с учетом экономического фактора, политических влияний, которые разные национальные меньшинства оказывали и представители там, советов. Это без политики, естественно, не обошлось. Какой-то компромисс. Но главная линия, она была совершенно четкой. Так вот, значит, были обозначены нации и национальности. И это смотрелось естественно абсолютно. Есть нация и национальности. Так? И нация рассматривалась как, ну, верхняя ступень развития этноса или группы комплементарных этносов. Согласно вот представлениям, которые развивал прежде всего это Иосиф Писаронович, надо сказать. А вот Владимир Ильич, он был, да, Сталин, получается, что он где-то вел линию, не совсем совпадающую с марсидской, поскольку марсидская линия, это на отмирание всяческих различий национальных. А у Сталина линия была несколько иная. Он считал, что нация и родной язык, это есть некая сущность, которая выше, чем класс. А я просто не знаю, я не слышал, что просто на самом деле, например, украинцы называли отдельные нации при Сталии. Нации разве называли украинцы, допустим, или белорусцы? Я к этому преподаю, извини. Но нация это сущность, которая стоит выше классовой борьбы. Именно благодаря нации, это практически буквально из слова Сталина из статьи о языкознании, марсидзме и вопросах языкознания 1950 года, между прочим. Но благодаря нации возможна классовая борьба. Потому что если бы нации не было, то все бы развалилось общество. А это есть некая скрепа, скрепляющая общество и позволяющая разворачиваться внутри национальном процессе. Скажем, пролетание всех стран соединения с интернациональным. Но это же уже не линия, это уже Сталина. Это творческое развитие, да. Ну так вот, были обозначены, отвечают, Игорь, на твой вопрос. Вот все почему-то забывают, на каких началах был образован Советский Союз. Как федеративное государство. Союз наций. Вот эти нации надо было придумать, но они и придумали. Так вот, это был союз наций. Были, значит, обозначены нации, а государство образовалось как союз наций. Советский Союз буквально в Конституции написано союз наций. А другим народностям дали автономию. Да, но не важно. Тоже государственное членение, зачем-то. И сейчас мы тоже наимы и плоды. Теперь что происходит? А то, что на веке и единое уничтожение. Какие плоды? А не нации. Все было сделано. Тем не, а тем не так. Концепция была очень четкая. Вот вы обратите внимание. Значит, объединяются уже не индивидуи, а уже некие общности. Общность, государство, союз, нации. Только объединяются свободно. Свободно. Они сейчас дают свободу, не отделиться. А вот что значит объединяются? Вот подождите, что значит объединяются? Вот здесь у людей появилась национальность, нация, то есть национальная идентичность. Но, кроме этого, появилась еще и идентичность высшего уровня. А именно? Советский человек. Советский человек, да. И вот как это? Это же не, обратите внимание, не механическое объединение. Взяли, значит, народы и объединили. Они, народы, объединились сознательно в рамках определенного строя. Советского строя и советской идеологии. То есть была наднациональная, мощнейшая для того времени, может быть, круче не было, идеология. Точно так же, как над американской нацией, или подамериканской нацией, это вот как смотреть, мощнейшая, что бы ни говорили, как бы ни критиковали, это либеральная демократическая идеология. То есть возникла естественным образом такая нация, как русский советский народ. Ну ладно. Так вот, подождите, я уже практически заканчивал. И никакой нации не было. Был многоциональный советский народ. Много национальный советский народ. Объединяющий начало и народ. Все естественным образом. Логично. И никаких внутренних противоречий это все не вызывало. Сейчас нет идеологии. Значит, что мы, я перехожу к сегодняшней штуке, что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас полную невнятность с понятием нации, национальности, общей идеологии, и вообще понимание того, что же скрепляет наши народы вместе. Правильно, да? Кроме государственности, которую можно расплавить как некую формальную лишь скрепку, а не сущностную. Теперь сейчас много говорится о российской нации. Не о русской нации, а о российской нации. Объединяющей всех наций как какой-то супернации. Это, с точки зрения русской культуры, русского языка, это какая-то полнейшая дичь или шезок линия. То есть, выходит, что я по национальности там, вот по национальности, значит, башкир, а я по национальности русских, а нация у нас российская. Понимаешь, да? Это гражданство. Нация. Нет, Россия имеется в гражданстве. Нет, Александр имеет в виду, что сейчас пытается навязать именно нацию в политическом смысле. Нацию в политическом смысле. Пытается навязать. Ну, пытаются. Вот у нас есть такая пословица. Подожди, я сейчас совсем дооскакую. В чем поинт основной? Я хочу сказать, что для России концепт нации, в принципе, вот так как он сложился на Западе, он не подходит. Потому что у нас уже есть национальности. А с точки зрения русского языка не может быть ни две нации в одной национальности, ни иная нация, кроме как совпадающая с национальностью. Понимаете, да? Если человек русский, то и рация должна быть русская. Если башкин, значит, и нация должна быть башкирская. Понимаешь, да? Если мы будем педалировать понятие нации в общегражданском смысле, то у нас получится, что все мы должны развивать собственные нации вплоть до собственных государств. И кончается это разделением. Потому что, ну, самосознание, укрепление народа, да? Чувство культуры, нации и государства. Все, разъехать. И потом мы можем создавать, там может быть, когда-то что-то типа Европейского Союза. Если же мы будем обращать внимание на нацию этническую и говорить, что вот там башкирский дух, там русский дух у нас, то тоже мы не можем говорить о нации. В этническом смысле, естественно. Потому что это вот созвездие разных духов, это тоже чего-то такое не очень нормальное, по-моему. Есть простой индикатор, свой-чужой. Да. То есть нация складывается по этому индикатору. Свой-чужой. Да. У нас есть пословица, не русский, а россиянин. Да. То есть это возникает в самом народе, его никто не спрашивает. То есть есть ассоциация, что Россия это родина, это наша отчасти. Правильно, правильно. Я говорю о другом. Я говорю о том, что если тебе скажут, что вот мы все российская нация, то возникнут непонятки. Так это с кого, о словах? Как это словами? За словами что не стоит? За словами очень много стоит. Что, башкир, это тайна, нельзя понимать россиянину спокойно. Не оставаться при этом башкиром или дозаврением. Самая инфликация у меня какая. Я россиянин, башкир. Я тоже могу называть себя россияном. И не развалюсь. Но я не понимаю совершенно, что такое российская нация. Да это просто неправильный удачный термин. Русская нация. Можно, как бы, я залезаю в краткий тезис, это выскажу, насколько я его понял, и можно будет ее обсуждать. На самом деле проблема следующая состоит. Вот мы сказали, что есть два определения нации. В политическом смысле и в этническом смысле. Американцы пошли, англосаксы, можно сказать, пошли по пути политического понимания нации. Для чего? Для того, чтобы сохранить государство. Для того, чтобы все конфликты этнические перевести на уровень бытовых конфликтов. И объединить их со всеми другими конфликтами, которые могут родиться на любом различии. На различие вероисповеданий, на различие их света кожи и так далее. И поэтому, всякий раз, когда у них возникает этнический конфликт, он не перерастает в конфликт политический. Не получается так, что на какой-нибудь этнос требуют отделиться. Православные, так сказать, бьют неправославных. Нет, я послушаю. Но это тоже как бы... Не возникает, подожди, не возникает тенденция, что какая-то этнос хочет отделиться и создать свое государство. У нас же, на самом деле, это изначально. Понятие нации понималось по-другому, понималось, исходя из понятия рода, исходя из понятия происхождения. И поэтому, всякий раз, когда возникает... И у нас не было вот такого понимания нации, да, в политическом смысле. И поэтому, всякий раз, когда возникает этнический конфликт, он перерастает в политический конфликт. И этносы стремятся отделиться. Они говорят, это наша земля, мы создадим свое другое государство. И в этом проблема, на самом деле. Эту проблему, которую успешно решила Америка, мы не можем решить. У нас всякий раз, когда возникает этнический конфликт, он всегда перерастает в конфликт политический. Потому что индикатор другой. У нас сразу ставят свой, чужой, свой, чужой. Смотря что считает своим, что считает чужим. И где же у них... Вот недавно 17-летнего мальчика негра застрелили в Лос-Анджелесе, по-моему. Был суд. Был суд. Полицейского оправдали. Ну и, конечно же, негры потребовали создание зубы Неготянской государства. Неготянской государства. Негры вышли именно как негры. Правильно. Безнаказанно убивают разу. Послушай, Игорь, услышь меня. Услышь, я сказал, что этнический конфликт переведет в конфликт, который любой другой. Как конфликт... Рассовый. Конфликт расовый. Конфликт на бытовой почве. Это конфликт соседей. То есть это обычный конфликт, который не перерастает в конфликт политический. Они вышли, конечно, но это не политические шестеры. За это не стремятся создать один... Потому что это невозможно. Да подожди, не важно. Об этом не можно. Об этом не можно. Об этом не можно. Нет, но невозможно это не по этим случаям, из-за того, что Булат говорит. Потому что они просто равномерно размазаны по всей Америке. Да это неважно. А какие-то есть у них агломерации, где живут... Сейчас на православном форуме тебе скажут, понимаешь? Друг, ты не веришь в Бога? Уезжай в свою Европу. Вали отсюда. Вали. Здесь наше русское государство. Мы здесь будем жить. Здесь не называется обоснованность. В Америке совершенно не представляется. Опять же, вот чеченская нация. Возник некий конфликт чеченцев, условно говоря, на этнической почве сейчас с русскими. И почему-то он перерастает в политический конфликт. Давайте Чечню отделим от России. Почему? Потому что политический... Потому что это совершенно не обозначает. Да тебе на него это. Я сначала уже хочу создать насместительный государ. Их, ну подожди. А что это тебе это сказал? Я просто тебе расскажу, как на самом деле происходит. Так и происходит. И в свое время, когда развалился Советский Союз, многие хотели от него отделиться. И татары хотели свое государство создать. Хотели. Украина в итоге создала свое государство и Россия развалилась по границам республик. Развалили. А по каким границам? По тем самым национальным границам. Если бы эти люди считали, что вот эти конфликты национальные не являются причиной развала государства, оно бы и не развалилось. А я вот на самом деле готов сейчас и даже Игоря поддержать. Потому что, с другой стороны посмотрим, там где происходят такие развалы, там все-таки хоть какая-то привязка национальности к земле присутствует. Они говорят, это наша земля, чеченцы. Мы здесь там всегда, не всегда, но какое-то время жили. Мы хотим здесь жить сами по себе. Это наша земля, говорят украинцы. Это Украина. Это там Белоруссия. Нигры не могут сказать, это негритянь. Нигрландия там или что-нибудь в Тандухе, понимаешь? Америка это изначальная земля, ничейная у индейцев. Отнятая у индейцев. Индийцы об этом говорят. Я как раз спрашивал про индейцев, индийцы, акадийцы, акадийцы. Если только об этом не говорят, то кто же вкусит-то? Я тебе могу сказать, ты знаешь, с чего началась война-то между севером и югом? Нация была с точки зрения лица уже в тот момент политическая. Чего она началась? Из того, что южане сказали, вот южные штаты, мы отделяемся от Америки. Притом народы были одни и те же, примерно так скажем. Но было политическое правительство. Какое английское правительство? Ты в чем? Ты о чем говоришь? Это независимо было. Во-первых, сам по себе термин вообще неудачный. Если вот вы приедете на Урал и скажете, что вы националисты, вас воспринят как фашисты. Вы будете доказаны, что национализм это любовь. Надо понимать, что термин несет сам по себе. Но об этом и весь доклад. В чем вы говорите? Об этом нет. А допустим, тут же второй термин есть, патриотизм. Он несет позитивный смысл. То есть надо сразу правильно брать выражение. Если вы будете себя называть националистами, вас просто будут воспринимать, ну как вот нацист. Ну, мало ли кто там как будет называть. Во-первых, вы себя никак не называете. Нет, это приятно. Ну вот интересно, что я следил за этим дискурсом патриотическим и националистическим, ну вот последние 10 лет, даже более. И если в первой половине 2000-х годов, вот те люди, которые называли себя русскими националистами, они не переносили слово, допустим, это самое. Ну, патриотизм, вообще розетинское слово было. Потому что патриотизм, это как бы любовь к отечеству, а надо любить свою нацию. Вот. Они не переносили слово свобода. И демократия. И было обсуждение, но я писал, ну как это, в России там 80% русских, давайте, что русские, если вы националисты и за русский народ, давайте за демократию. За настоящую демократию, и тогда, естественно, получим русский националист демократический. И вот к этому-то национал-демократии пришли. Они пришли через 10 лет. Вот естественно, знаете, вот в России, да, может существовать 10 партий, каждый себя будет называть национальной, при этом одна будет ультраправая, ультравевая. Вот из-за этого народ, вообще-то термин неприемлемый. Вот в моем понимании, я простой человек, да, мне скажут, я подойдут человек, спорщик, но он скажет, я националист сегодня, у меня ассоциация-то шеренит, фашист-шер. Это не несет в нашей стране какой-то позитивный смысл термин. Ну не несет. Правильно. Так обычно, это не патриотизм термин, наоборот. И его навязывают. Нет, он есть. Вот я вчера... Просто, реально, через 10 лет он будет есть. Я вчера, я вчера смотрел, в последнее время, я люблю с вас, это украинская ТВ. Вчера я смотрел Славика Шустера, такой такой топ-шоу, да? Славика Шустера, занимательная, да. И там они обсуждали разные вещи, в том числе националистическое выступление в Киеве, там УПА, УНУ-ПСО, да? Там была демонстрация. И связали это вот с нашими событиями в Перелево недавними. И в этой связи они пригласили Сашу Белова, известного националиста московского. Он туда приехал, выступал. А вот теперь смотрим, вот внимательно, да? Вот есть весьма напряженные в данный момент отношения между Украиной и Россией. И в Украине в последнее время там подписываются вот эти националистические настроения, которые действительно еще чуть-чуть и можно назвать фашистскими, а кое-кто и называют это западенцы, я имею в виду, да? Там Бандера, Шутевич, вот это вот, все братья. И приезжает Саша Белов. И вот он в студии, как бы от лица русских националистов, не то что вот братается, но он выступает против своего отечества, то есть против власти, у нас такие-сякие там, да? Это настолько смотрелось, с точки зрения американского национализма, это непредставимо, чтобы приехал вот американец, причем националистически настроенный, и стал бы хаять собственную власть в стране, причем в стране, которая находится в некотором конфликтной ситуации, не скажу там больше, да? Вот русский национализм на практике. Так подождите, ну вот тут я хочу ставить свои пять копеек к определению вот этому американскому, ведь у непредставимости этой ситуации есть и положительный момент какой-то. Вот смотрите, определение американское национализм, оно автоматически, как бы, в себе содержит, ну скажем, легитимацию власти, оно как бы тактологично, оно, вот есть такое философское как бы развлечение, вот с чего вообще начинается... Правильно, правильно, а русское слово народ замечательное, да? Оно же несет оттенок сакральности, народ, да? И оно, наоборот, в нашей культуре, оно находится как бы в оппозиции всегда, понимаешь? То есть вот есть, с чего начинается вообще философия, да, мышление? С некого различия того, что есть по факту, да, вот фактическое положение вещей, из того, что должно быть по праву. Вот, это может совпадать, в принципе, да? И это вот идеальная ситуация, когда то, что как бы есть, то и должно быть. Это вот, допустим, легитимная власть, власть, которая, как бы, обладает властью... Опираясь на реальность. Да, напираясь на реальность, избранная, так сказать, и так далее, и тому подобное. Вот, законный образ. Вот. Но важно, что в европейском мышлении, да, скажем так, вот, ну, немецкую линию прослеживаете, да, вот, очень живо вот это различие, и очень живо вот это, как бы, такая, зазор, да, между вот реальным положением вещей и должным, да, или, с другой стороны, между фактичным и вот этим, и правовым. Вот, и когда, вот, человеку, имеющему такое различие, преподносят вот это американское определение, он, как бы, тушуется в том плане, что здесь вот это различие между, по факту, по праву, стерто. Вот. Вот есть власть, вот, и она власть, потому что она власть, и ты, как бы, если вот здесь родился, то ты принадлежишь этой общности, вот, ну, то есть... Не только власть, имеется в виду и отечество. И отечество, и законы. И гражданственность, и все. У этого, вот, я, в своем время читал в книге «Америка», что вот для американца непонятно, какова может быть добрость в нарушении, так сказать, закона. Вот. То есть для европейца практически, ну, вот этот образ какого-то такого, ну, так, хорошего какого-то бандита, который, как бы, вот, не согласен с этими законами, который... Он как-то близок. Робин Гуд. Да, Робин Гуд такой, да, потому что, ну, как бы, вот, реальная власть, вот, она как-то... Вот, во-первых, то есть есть, как бы, настоящая какая-то власть божественная, а вот реальная, она, как бы, всегда немножко не та. Вот. В Америке вот это различие схлопывается, и ты, как бы, попадаешь в ловушку имманентности, вот, Слевасовский, если говорить, да, то есть нет вот трансцендентного. Но ты правильно говоришь, что это связано с тем, что американская нация, да, формировалась из приезжих, да, собственно, как бы, тот изначально автоптонный народ, он, как бы, вытеснен, уничтожен. А в итоге... И поэтому у них понимание нации именно такое, а вот в Европе и у нас... У них понимать, что дело, вот это вот различие у них стерто не только в понимании нации, вот в чем дело. А в итоге, на мой взгляд, все-таки в итоге победит американская модель во всем мире. Потому что к этому идет просто все. Ну, это прекрасно. То есть то же самое, буквально лет через сто, вот уже все будут... Вот так, чтобы было... Чтобы провaltheismerite различия. Вот смотрите, чтобы пров reim native различия, да, вот есть как бы католицизм, а есть протестанство, да, ну или есть там, допустим, православие, есть протестанство. Вот. Что там среди прочего отречает протестанство? Вот. Ну, там у них есть тезис о том, что все, кто, так сказать, спасение, оно предопределено. Вот. Кто-то спасется, кто-то нет, есть полная предопределенность, вот. И как бы индикатором того, спасется человек или нет, является его текущая жизнь. Если, допустим, он богат, если ему все удается, значит Бог его любит, он любит его и здесь, он любит его и там, он спасется. Поэтому пропадает вот это различие между земным и небесным, что ли, пропадает возможность ситуации, что он вроде как богат, и ему хорошо, но на самом деле. Вот он незаслуженно, допустим, получил эти богатства. То есть вот протестант не может как бы незаслуженно быть богатым, понимаете? Если он богат, значит это, то есть вообще как бы понять это... Но это немножко не к тому, что... Нет, нет, это как раз стирание различия, вот этого по факту и по праву, стирание легитима. Хорошо, да, а я просто вопланирую, тебе скажу, что мы на самом деле все равно это все такие вещи, мы учреждаем. Просто, возможно, с точки зрения жизнеспособности государства и его благополучия и благосостояния, лучше учредить другую парадигму, да, где нация будет пониматься в политическом смысле. Ни одна искусственная парадигма в нем живет. Хоть что вводить. Пока сам народ изнутри... Все-таки есть два понимания того, что такое национальная нация, да, политическая и этническая. Я не думаю, что американская модель парадигид, более того, я убежден в обратном, вот, потому что этническое самочувствие, этническое чувство, это на самом деле очень сильное чувство. Оно такое глубинное, естественное, вот, и отказываться от него, ну, вряд ли возможно. А я возражу, в Армяне несколько сот десятилетий диаспора существует, но они американцы, армянская диаспора в Америке, греки, русские и так далее. То есть, можно сохранять техничность, при этом быть американцем. Вот я сейчас пример говорю, вы поедете в Америку, вы тут же на следующий день станете гражданином, американцем станете. При этом, вы не хотите понять, ну, как это... Александр Жилков, я так понимаю, долго... Да, как это возможно в России устроить американскую модель? Она не сам... Там, где уже есть, там, где уже есть различные национальности и нации, невозможно построить еще нацию. Вот то, о чем я говорил, невозможно построить еще одну нацию, возможно построить только, как это делали большевики, союз наций. Но для этого нужно выработать новую коллективистскую идеологию. Почему? Опять невозможно так. Точно так же надо было не создавать и украинцев как народ, не создавать украинцев как народ. Какой бы они стали через... Это не уже уже созданы. Давайте так, есть ли. Но вот эти договоры, остались бы украинцев как народ, вот это вот ужас, ужас. Это вот русские националисты очень повторяют, что русские там, украинцы, белорусы, да, это единый народ. Да нифига, никогда не были единым народом. Ну, надо же знать, наверное, знаю, но есть там... Я с украинцами общался, причем с деятельностью элиты. Это совершенно... Да, близкие очень люди, мы понимаем друг друга, но давным-давно там есть своя элита в этом народе. Ну, так и нет, как у нас своя элита. Хватит уже причитать, уже реалии есть. Все, мы не говорим о том, как помогло быть. Реалии, потому что они всегда были. Они как готовы умирать. Это первое признание, готовы умирать или нет. Значит... Александр Правилович говорит, есть некие реалии. Теперь у нас уже сформировались определенные роды нации. Чувицы заставляли. Как с этими вещами жить? Их не надо создавать было просто. Ну, еще раз. Это миф, это иллюзия, что их кто-то создавал. Сколько языков, поляки, потом отчевики создавали. Игорь, давай, как бы ты уже... Денис, ну что вы говорите, украинское государство, это иллюзия, что их не создали. Проводилась политика такая русских... Ну, ну, ничего, тезис, тезис, я не могу... Еще раз, я же высказал тезис. Я же сказал тезис. Проблема нашего национального вопроса состоит в том, что у нас они понимают по-другому, чем это не политически понимается. Этнически понимается. Именно поэтому нам всякого рода в этнический конфликт у нас возведены в политический конфликт. Ну, так получается, всякий раз возводится этот политический конфликт. Тезис заключается в том, что понятие нации вообще не подходит для русской культуры. Не в том смысле, не в другом смысле. И в том смысле, если мы будем разрабатывать... За загадным словом стоит диалог, и если мы его употребляем, мы сразу... Я объясню, почему я смеюсь, потому что я не верю в уникальные пути. Я вот очень много слышал, у нас уникальные пути. А кто говорит, что у нас уникальные пути? Вы такие же люди, как Анастасия. Для немцев, для немцев, после их фашизма, для них тоже уже нация... Нет, умеете в виду, что у них... Нет, никакого уникальства здесь нет. Для немцев это точно так же, как бы, может быть, даже сто раз хуже закрытый путь. Ну почему нет? Вы просто говорите, что для нас неприемлемо слово нация. Я не согласен с этим. Почему не верю? Неприемлемо, а как бы... В политическом дискурсе он недопустим. Вы же сами говорите, что... Вы же сами говорите, что нельзя, что к вам подойдет человек, скажет, я националист, вы сразу... А вот это мы речь. Вот это самое, о чем вы говорите. Так термин, это не просто... Это всего лишь слово. Это не просто слово, за ним стоит определенный дискурс, история, события, энергии, сикарки. Да не в этом отношении. Просто слово националист поднимается в политическом сразу смысле. Не в этническом, а в политическом. В негативном. Сразу в политическом понимается. Вы сами говорите о том, что сразу понимается в негативном политическом смысле. А на самом деле, это должно было бы пониматься в этническом смысле. Нормально. Есть, допустим, действительно люди, которые интересуются своим этносом, историей своего этносом. Ну, это уверено, что башкиры, допустим, не интересуются, как, что мы, куда, что... Но они не хотят убить там всех... У нас должна быть, да. Вот нация, национальность надо оставить для низового уровня. В отличие от американцев, которые... А высокая культура и высокая политика должна быть осуществляема в русле совершенно другой идеологии, наднациональной идеологии. Вот, разумея моего доклада. Если хотите, я могу еще один аргумент провести. Почему? Вот Антон говорил, что американцы не подходят для русских. Американцы не различают, да? Политический уровень, как бы, этнический. Я считаю, что они, наоборот, как раз это различают. У нас это не различается, а они-то как раз различают. Они очень различают. Именно потому, что они их различают. Я думаю, что они не это не различают. Послушай, послушай. Ты сам эту инкломасию передал. Это он очень правильно голосовал. Они различают. Вопрос-то в чем состоит? Вопрос состоит в том, что они понимали прекрасно опасность этнической комфортной, что они всякий раз будут возводиться в политический конфликт. И поэтому они перенесли возможность всех таких конфликтов на низовой уровень, на уровень бытовой, на уровень других конфликтов, на уровень религиозных конфликтов, и всяких других, но не государственный, а на государственном уровне оставили единство. То есть они различили вот это вот, сделали это. А у нас на самом деле этого нет, у нас на государственном уровне единства нет, и всякий раз этнический конфликт возводится в политический конфликт. Да, но почему я говорю, что у них реализованные монетности, а не у нас? Потому что ты из этого единства, которое тебя они там предуготовили, уже не выпрыгнешь. Если ты родился американцем, ты уже не выпрыгнешь из него. Суть-то вопроса в чем состоит? Суть вопроса состоит в том, что... Потому что ты не можешь как бы дистанцироваться от лечителя. Вот, допустим, русский националист, да? Как бы я его... Ну, это, конечно, это... Вот, пожалуйста, ты живи в... Нет, нет, он в политическом смысле себя отделяет. Он говорит, вот у нас плохое правительство, оно нас, русских. То есть он проводит вот это расслоение. Типа оккупационного правительства. Да. А у американца оккупационного правительства... Правильно, как бы вопрос состоит в том, что, может быть, если мы не будем свое правительство, понимаете, в оккупационном смысле, оно, в конце концов, как бы, дело у нас наладится. Нет, ну это понятно. Ну, а это разве как бы... Нет, подождите. Хотите еще один аргумент, почему русским не подходит слово нацию? Хотим. Понятие, да? Еще не подходит. Ну, блин, бедные русские, им даже слово нация не подходит. Все подходит. У нас отняли нацию, скажем, после этого семинара. Да. Не просто, Александр же имеет в виду, что нация имеет определенную деканатацию. Слово нация в политическом смысле, как некая объединяющая политическая общность. Ну, потому что русские, как мы уже выяснили, по крайней мере, как я уже много раз говорил, русский архетип это архетип индивидуалистов. Русские люди, индивидуалисты. Кому последние 20 лет это еще не доказало, я не виноват. Но, вот, по мне, так это давно уже некая очевидность. Русские люди, индивидуалисты. Мы как обсуждались, кстати, на дочери. Русские индивидуалисты. И что, опять же, по принципу дополнительности, какая идеология необходима индивидуалистам? Естественно, коллективистская идеология. Только ради того, чтобы они сами себя не сожрали, как мы это делаем в последнее время. Значит, идеология должна быть коллективистской. Американцы коллективисты, им нужна индивидуалистическая, получается, наоборот? Да, у них все наоборот. Американцы очень просто. У них, они коллективисты по натуре. То есть, люди, которые умеют работать в команде, понимают выгоду этого дела. Поэтому... Не выносят ссоры за избегание. Идеология им должна быть индивидуалистическая. Поэтому им обнушают, как хорошо быть индивидуалистами. Идеология у них либерально-демократическая, либеральная идеология. Но, как коллективисты, им сказали, вот вы коллективисты, вот вы объединены в нации. Вот это ваш коллектив. Нация. Вот вы природные коллективисты, и это есть нечто естественное. Нация. А индивидуалисты, в вашем понимании, это что? Это те, кто сам за себя? Те, кто... Ну, индивидуалисты, это не коллективисты. Фу, 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 вот индивидуалисты, это не эгоисты, прежде всего, да? Ну, которые индивидуалисты, которые могут работать на одну цель, на одно дело. Например, строить государство, да, строить... Ну, которые, коллективисты, лучше чувствовать себя в коллективе, да? А русский человек любит один в команде, да. А он один любит? Он лучше себя чувствует. Это доказано. Это доказано. Это доказано. Я не слышу, что у нас на Руси сплошные гений. Что, какой фразу не скажешь, найдется там миллион людей, которые все знают. Дай договорить. Ну, так вот, а русские... Значит, вот с американцами я объяснил. Вот они коллективисты, у них идеология индивидуалистическая, поэтому... Идеология, привнесенная, индивидуалистическая. Им это необходимо, поэтому они сбалансированы живут. А как коллективисты, у них такое обозначение. Вот нация, коллектив ваш, ребята. Давайте за нее боритесь. Русские же, наоборот, индивидуалисты. А им говорят, что вы еще и нация. А нация тоже как-то нечто естественное, да? Я говорю, что нация, на самом деле, это примитивная идеологема. Идеологема нация сама по себе не может быть голой. Ну, ведь, смотри, их хватает... Подожди, дай договорить. И вот я не могу хватать мысли, вот сразу же разные мысли. У меня мысль такая, как-то вот такая очень-то катапордая. Что-то одно. Ну, так вот, идеологема нации, она примитивна, она всегда должна быть нагружена какой-то иной идеологией, сопутствующей. А сказать просто русские, вы русская нация, для русских это просто нетерпимо. Потому что он природный индивидуалист, а ему говорят, ты природный коллективист. Такого не бывает логически, вы понимаете, да? Чтобы русских загнать в коллектив, им нужно выстроить какую-то изращренную идеологию, которую, мол, он долго и упорно изучал, чтобы понять, почему это хорошо, быть коллективистом. Поэтому, резюмирую, все. Нужно, братцы, выстраивать коллективистскую идеологию, наднациональную идеологию. И тогда все национальности и нации нашей страны будут жить в благополучии и мере. Согласен с вами. Просто я вот представил, вот мы сейчас рассказывали, я вот представил, вот если вы приехали к нам, выступили перед людьми, то и у вас не поняли. Конечно. Потому что представьте, вот вы говорите таким сложным языком, да, на мой взгляд. Вот мы этот язык уже проговариваем здесь, в нашем этом самом. Потому что нам тяжело. Очень тяжело, конечно. Не, ну на самом деле мы сейчас, по крайней мере, провели то четкое различие, да, понимание нации в политическом смысле и понимание в этическом смысле. Это уже хорошо, большое достижение. Ну на самом деле многие люди, это как раз неинтересно, по сути, это... Я одно знаю, что когда вы взяли свои границы, мы все русские. Потому что они нас понимают в смысле политических. А, потому что они нас всех не любят. Я уже уезжал за границу, и ищешь какого русского человека, своя родная душа. Ну потому что вообще не за ними. Я имею в виду не русского... Обственность языка. Русского, в смысле и по национальности, я имею в виду... По языку, по языку. Ну что вы, по языку. По общности сесть, поболтать там. Ну, если язык, да. Нет, не только поболтать там, ну вот как родная душа. Ну, она родная душа, потому что, ну как на другом языке с человеком говорить? Нет, нет. Не происходит такого контакта. Нет, есть вообще с культурой, не только язык. Да нет, конечно. Я думаю, что мы все уезжаем, становимся русскими. Все уезжаем. Это здесь мы, башкиры, русские и так далее. Вот опять русский два тяга нанесет. И при этом самый популярный запрос, как бы, в туристических агентствах, да? Куда можно поехать? Вот у нас, как бы, в России, да? Чтобы не было русских, да? Русский сразу, понимаете? Конечно, но это фото. Это и есть как бы... Вообще все это так сложно устроено. Вот я в свое время удивился. Я был в основном на севере, в этот промышленный район штанов, да? Индустриальный. Там очень много поляков. Ну, известно, как поляки к нам относятся здесь, да? Более того, вот, по жизни у меня был единственный случай, когда я разрушил слабость. Русская свинья, что-то вроде этого, это был пьяный поляк. Пьяный поляк. Поэтому, очень интересно, ничего делать не стал. Ну, совершенно хлам пьяный. Но поляк. Поэтому для меня было большим удивлением, что вот я встретил, как какое-то вот такое доброжелательное отношение от поляков. Причем, как от там уехавших, фиг, знаю, когда еще, непонятно, при Солигорофе, штаты, да, старых. И от тех, которые эмигрировали, как бы, по политическим соображениям из Польши, при Солидарности. Ну, русские немцы, русские евреи, пожалуйста. Да, да. И вот, причем такая деятельная солидарность, то есть, некая помощь реальная, да? Ну, русские немцы очень сильно отличаются от самих немцев. Сами русские немцы, они себя считают сами русскими. Мы же, Германия. Нет, ну, вот это разные вещи. Господа, и политическая нация, поляки. Ну, как с ритуальным органом. И вот как только с поляками начинаются разговоры о политике, да, все это, это самые главные враги наши. А мне кажется, нас всех отличается из-за этого подхода. У нас, как бы, в России, очень сильно это заинтересованное правило. То есть, я обратил внимание, я не знаю, может быть, я субъективно сужу, но у нас ценности другие просто. Так, потому что здесь, вот у вас не было, я вам объясню, в чем суть так. На просторах Евразии и Русской равнины плотность населения была в десятки раз меньше, чем в Европе. Поэтому мы сохранились. Мы сохранились, как индивидуалисты. Там или в степи ехал, да? Или в леса ушел. Согласен. Понимаете, да? И плюс ощущение просторов. А это и есть индивидуалисты, когда комфортнее думать свою мысль. Это и есть духовность. Когда человек думает, проще быть себе на уме. А критерист, то проще думать в коллективной мифе. Вот яркий пример ко мне приезжал, ну, знакомый шотландец, Башкир. Заходит в лес, говорит, а чей-то лес? Я говорю, ни чей. Ну, как ни чей. У них ассоциация, что лес чей-то там, какого-то лорда. А у нас он ни чей, вот лувей, вот всех. Да, конечно. У них лес уже поделен есть. В этом лужайка такая, вот эта, вот такая. А просто в условиях Европы всех потенциальных генетических или природных индивидуалистов, ну, по склонности просто, их просто повырезали. Очень быстро выморли. А вот у меня вопрос такой. Как бы, ну, шутку, конечно. Вот, но он возникнет же у многих наших зрителей. Вот Госдепартамент США, а сколько вам заплатил за эту лекцию? Государство, да, вот, на самом деле, вот, если заметить, как устроено наше государство, оно всегда именно было государством насилия. Всякий раз оно именно организовывалось, чтобы собрать вот эту вот разгрозненность, да, вот, народную. Как бы в некое единство, да, как бы, и всегда это осуществлялось путем насилия. Вот, по идее, на самом деле, государство должно произрастать, как продолжение, как, например, как это обычно пишет Гегель, да. По логике Гегеля, на самом деле, государство вырастает, как высшая ступень организации общества, да. Вот есть семья, семьи консолидируются в некого рода гражданское общество, а гражданское общество консолидируется в государство. То есть государство – это естественное продолжение развития, это некого рода единство, да, которое поднимается снизу. У нас, на самом деле, государство всегда – это некое единство, которое навязано сверху. Нет, я как раз… Никогда государство не возрастало у нас, хотя мечтали об этом, может быть, но никогда не возрастало оно снизу. Как раз я с вами пересекусь, потому что по историческим хроникам на территории России, и сами персы писали древние вины, и жил как бы народ, который не любил правителей. То есть так они называются в хрониках – люди, живущие без царя, потому что они не любили, чтобы над ними кто-то был. Соответственно, чтобы их собрать, нужен какой-то авторитарный, более сильный, ну, равный, первый среди них. Поэтому ничего удивительного нет, что у нас государство в России образуется по принципу авторитарного. То есть сильный, сильный руководитель, который вот этих свободных людей пытается как-то удержать, которым каждый из них там гений, как ты говоришь, каждый, ну… Я же говорю, что это естественный путь. Давайте просто дальше мысли выскажем, потом ты, в чем это мысль состоит? Это дело же, я же не говорю только о государстве. И именно поэтому, на самом деле, у нас такое государственное понимание нации, где нация понимала бы политически, невозможно. Никто не согласится, на самом деле, с любой декларацией единства, вот это навязанное сверху, потому что оно всегда насильственное. Если бы это единство возникало, как вот предлагает Александр, как единство нации, да, как в Советском Союзе пытались продекларировать, то это было бы, может быть, возможно, но этого никогда не получается. Нет, было единство многонационального советского народа. Да, и тем не менее, подождите, и тем не менее, это единство было… Не было свободным, это единство, на самом деле, опять же, было сверху, сверху, как в виде насилия, скучно. И только когда, на самом деле, возникло, когда это государство зашатало с Советское, тут же все эти национальные республики тут же отделились. Как будто бы только и ждали, да, когда им дадут возможность самостоятельного самоопределения. Более того, даже после революции, вот эти закавказские республики, они же тоже, как бы, была провозглашена лозунг самоопределения нации, да, и они тоже точно так же хотели отделиться. Ведь им же не дали, туда послали, как бы, карательную экспедицию, и все там, как бы… Это все вопросы приоритетов, вот все такие вопросы, когда кто-то хочет отделиться, вот разговор, что он хочет чеченцев, потому что у них приоритетнее стоит понятие рода, народа. У другого человека приоритетными другие вещи являются. Вот и все, это просто, допустим, ну, что ставить во главу улада? Для кого-то главнее государство, для кого-то социум, там, коммунисты, они, допустим, будут по социальному… Вы пытаетесь индивидуалистическую вашу теорию, индивидуалистическую, как бы, выдвинуть в качестве какой-то единственной возможности, да? То есть, кто что выберет? На самом деле вопрос «то, что выберет» – это вопрос какой-то странный, потому что если мы обсуждаем какие-то философские концепции, то есть какие-то варианты, их немного. Их можно просто все выберить и сказать «вот этот вариант, другой вариант». Все, других вариантов просто нет. А можно просто соцопрос провести, я его увидел. Да, соцопрос ничего не даст. Для одного человека на первом месте стоит народ, для другого – семья, для третьего род, для четвертого – партии его, для пятого. То есть, что человек первым ставит? Ну, это вот у индивидуалистов именно так, да, вот что он ставит, то есть. А на самом деле есть некие реалии, да, вот социальные реалии. Государству нравится человек, ставит он на первом месте или нет, но если государство рухнет, ему, лично ему по голове удадут. Они все это понимают. Ну, а государство, между прочим, рухнуло после того, как рухнула наднациональная идеология. Поэтому, да, идеология рухнула раньше, это нужно отметить. Поэтому, в принципе, скрепляющим элементом является, конечно, идеология, а не государство. А вот я хочу сказать, что не сверху насильственно объединялся русский народ всегда. Не русский народ, а народы, населяющие и русские разные. Да. Ну, даже русский народ, то, что мы сейчас понимаем, под русским народом, там, в Древней Руси, это был там новгородцы, псковичи, там, они же все тоже жили под своим князем, и каждый, насколько... Ну, они сейчас считали русскими. Не уверен. Которого приглашали. Крячьи, Кривичи и так далее. Каждый были помыслом. Ну, если вы скажете, я говорю. Вот, сейчас. Да, зачем же руку тогда поднимать. Так вот, они объединялись всегда не сверху, а со стороны. Вот. Либо приглашенный царь, но это не самый, ну, как бы, очевидный будет, либо самый, как бы, распространенный внешний враг. Вот мы смотрим, какие у нас герои там. Александр Невский, Минин и Пожарский, там. Какие у нас сейчас, так сказать, педалируются события и педалируются успешно, да, то есть они поднимают настроение народа. Вторая мировая война, Америка Отечественная, да, вот, как бы, враг идет, и вот мы все объединяемся, и мы, как бы, отражаем удар. Вот. Какова сейчас идеология, да, на что давят? Вот есть, как бы, какая-то злобная, какая-то Америка, которая хочет нас там уничтожить, давайте мы сейчас все объединимся, ну, вот, и, как бы, дадим ей отпор. Мы там русские. Вот. Русские здесь действительно, это какой-то там дополнительный марк, который сам по себе один ничего бы в нас не породил. Вот. Но мы, как бы, должны объединиться, чтобы вот все это не дать, не дать этому внешнему врагу. То есть мы, как бы, получается, объединяемся, вот, татаро-монгольское, иго, тоже, и так далее. Мы объединяемся против. Ну да. Полность общего врага, да, да. Да, да, в отличие вот от этих американцев, которые, как бы, они уже объединены, вот, не против, ну, а за себя. Нет, есть такое объединение, и против, конечно же, да, и это по необходимости. Просто так, тоталитарный вождь, пришедший, понимаешь, его никто, никто ему не дает ничего. Его там свергают, там все эти, лжедмитриев там и прочее. У нас, так сказать, скоро народ на расправу тоже, по-своему. Вот. А вот если, так сказать, нам надо объединяется против общего врага, то сюда просто. Ну, может быть, просто вопрос прочитает, может быть, зарождается просто новая общность, и все. Да вот она, как бы, недолго держится. Врага-то побеждаем, а дальше. Вот против капиталистов, как бы, да, опять же, вот в советское время, что это такое за объединение-то было? Ну, вот мы, как бы, разделяющиеся социальную идеологию. Советская общность, надо сказать, была такая нормальная. Это реальность была. Нет, это реальность, да. Потому что тоже против, как бы, она, потому что держит, потому что враг, он существовал, вся холодная война, как бы, это вот противостояние там врагу. В итоге поиграли. Ну, это не важно, да. Ну, вот эта, как бы, враждебность окружающего мира, она поддерживалась на протяжении всего, как бы, существования социальной. Антон, а когда ты объясняешь, что вот в нашей культуре, причем это с незапамятных времен, да, то есть постоянно есть, как будет противопоставление народа и власть. Как это ты объясняешь? Это может только единственным способом объяснить, что каждый, что народ не воспринимает власть органично. Индивидуалисты у нас. Так, ну вот, понимаете, это не объяснение, это же, как бы, симптом, симптомы индивидуалистов. Так я, разве я с этим спорю? Именно только индивидуалисты, то есть, как бы, индивидуалисты и могут объединиться только против общего врага. Так, как бы, то есть, у них нет причин объединяться самим по себе. Вот, коллективисты хотят объединяться сами по себе. Это причин, они не любят это объединяться. Не любят, да. А тут, как бы, не любят, но приходится. Не умеют, не умеют. Понимаете, важный исторический пример. Две тысячи лет почти назад, с лишним, приходят сюда, дай со своими войсками, воевать со скифами. Ну, потом это же повторилось с Наполеоном и так далее. Идет, ищет, заходит в степь, ищет скифов, скифов нет. Идет, идет, войско потихоньку тает. Ну, надо же, на начальник останавливаться. Скиф из леса своей бородатой головы вытаскивает, смотрит. Ну, врага нет, а войско тает. Ну, не может же уйти, не проиграв. Ну, как сказать. У него правила ведения борьбы есть и так далее. Находит там какое-то скифское племя, ради приличия, ну, уже уходить надо обратную персию. Потому что, ну, войско тает, проверок-то нет. Ты там выглядишь, как правило мегабитву, да? Да, ставят этих скифов напротив себя. Вот, это просто психология у нас, это уже тысячи лет. Вот эти скифские воины выстрелились, дали им ружье, напротив перси встали. И между ними зайцы пробегают по этому полю. Скифы, забыв про битву, стали на зайцы походить. Пример этого индивидуализма, то, что вы говорите. Они свободные люди. Тут им погибать скоро, а что-то про зайцев думают. Вот и все. И сейчас у нас до сих пор продолжается это ощущение, как я действительно понял. Да нет, против общего врага, как показывает практика, это очень даже готово. Да, очень трудно объединиться, потому что мы все свободны, все независимы. То есть, получается, когда врага нет, мы на самом деле разъединены. Как появляется враг, мы объединены. А дальше, как я говорю? А у них наоборот. Они как врага нет, они все объединены. Когда появляется, тут же не разъединяется. Ну, вот там, допустим, Сирия появилась, а половина американцев против. А мне кажется, основная проблема России, просто вы все умные, как говорят, пословица народа. Каждый слушает как родной. У нас в народе. Получается, когда такой высокий процент умных людей. Да я в последнее время что-то сомневаюсь. Нет, я не знаю, умные, умные, ты имеешь в виду, просто неправильно, свободные. Ну, кажется, я чувствую свободным. Нет, ну, сам факт, что мочили-мочили, и концерт нации так и не вымочили, и тем не менее продвинули его на самое верха. Я имею в виду, что уже два года как Путин что-то верещит про нацию, и последний раз он говорил о российских национальных ценностях. То есть вот эта калька западная, он берется просто бездумно. У него же есть советники. Ну, хорошо. А прочитывается это неправильно. Бождю это думать не надо. Это уже не советники. А вы думаете, вы думаете. А советники это вот ничего. Вы понимаете, что такое Россия, что такое российская нация? Вот это уже на самый верх. Они с русского переводят, иногда неудачно. Никонкинские гордоны. Нет, ну, это же деньги платят. Немало. Ну, что, я думаю, они не переводят дальше. Аналитики херовые. А вы думаете, что им не выгодно вот это вот как бы подогревание национального вопроса? Ну, вот я более чем уверен, что в этом вопросе они напрочь не ориентируются. Потому что главный по национальностям у нас и по нациям это академик Тишков, который писал, что нация это вообще понятие дискурс, чисто дискурсионное. Понимаете, да? Вот в плане конструктивизма нации, гражданской нации, что-то есть дискурсионное. Дискурс – выстроим так, будет нация, выстроим так, не будет нация. А я еще хотел связать доклад, вот Игоря был по поводу русской национальной идеи, что на самом деле сама постановка вопроса, который, ну, как мы и тогда тоже к этому, по-моему, приходили, она неправильная. Сама постановка вопроса нельзя именно требовать национальной идеи. Потому что русская национальная идея у нас звучит как идея какой-то отдельной народности, отдельного народа, типа русских, в смысле этнического. Это как бы этническая идея. Что это такое этническая идея? А вот, как я пытался тогда перевести разговор на русскую государственную идею, да, идею некого государства, это вот как раз идея... Нет, ну, да и еще нет, почему как бы... Это вот идея как раз сродни, как оказывается, понимаемого в Американстве. Нет, нет, этническая идея... Можете, даже не надо назвать государственной, потому что социалистическая идеология, там, коммунистическая, она не была государственной. Точно так же, как и либерально-демократическая идеология, не присвоена никакой нации, даже американской. Чтобы люди себя чувствовали комфортно, должна быть идеология, обязательно, и сопутствующая философия. И мы знаем, что за либерализмом стоим же очень хорошей философией. Еще раз, ну, как бы, да, изюмирую, что нельзя, на самом деле, русские идеи говорить в этническом смысле. И поэтому... Почему? Во-первых, такие идеи были, да, национальные этнические идеи, ну, не знаю, богоизбранность еврейского народа. Чем это не этническая идеология? Это фашистская фактическая идеология. Нет, подожди... Вот это то самое понимание национализма в плохом смысле. Но это было. Но это было, но это фашистская идея. И это было, но это не приводило вроде... Подожди, если сводить... Тут к одной фразе, конечно, это можно назвать и геноцизмом. А если иметь в виду, что эта фраза опирается на Библию, то эта вещь достаточно глубокая. Богоизбранность, да? Вот и все. Я и говорю, что идеология должна быть достаточно глубокая. Что значит достаточно? Глубокая. Просто глубокая. Я же и не говорю, что это национализм. Я говорю о том, что этническая идеология тоже была и возможна. Вот я об этом сказал. И привел этот пример. Кстати, буквально два дня назад читал сообщение из Израиля о том, что один человечек обратился в суд, соответственно, по Израилю, по поводу того, чтобы в Конституции была изменена фраза, что Израиль, там написано, государство еврейского народа. Есть такое, да? За что его и дрочат там перцы и прочее. Как-то так. Там еще арабы живут, вообще в Палестине. А тут такой вот этнонацизм. Вот. И он, ссылаясь на концепт нации, о котором мы говорили, требует записать в Конституции, что Израиль – это государство израильского народа. Ну, это государство. Ну, это автологично так. Да, вот, кстати, Израиль – это интересный пример в нашем тоже разговоре, да, потому что здесь же что, получается, произошло? Вот именно этническая некая общность, да, причем рассыпанная по, так сказать, по Европе, там, по миру. Только не этническая. Именно этническая. Принадлежность к иудейству. Это, скорее, и религиозная общность. Ты думаешь? Да нет. Нет, нет. Потому что этносы мы уже обсуждали там. В Европе много этносов. Нет, ну, а... Сионистское движение к иудаизму так касательно. А нет, изначально. Требовали, требовали создания своего государства не иудей, а именно этническое еврейство. Если к индическому смотрим, то этническое еврейство, оно оказывается... Не надо, не надо, не надо религиозной аспекты. По крайней мере, сейчас, как бы, там далеко не все иудеи, кто там живет. И изначально так, я так понимаю, не было. Но, может быть, важно тут сказать, что под этносом не нужно понимать животный фундамент. Этнос понимается, скорее всего, как первая социальная культурная оболочка. Вот это этническое. Причем из разных ходов нужно стоять. С этим никто не спорит. То есть, культурная область. Вот он потребовал для себя именно государство. И получил. То есть, грубо говоря, можно себе представить такую ситуацию, что, допустим, вот, не знаю, там, те же афроамериканцы, рассыпанные по Америке, да? Вот, вроде как, входящие в политическую американскую нацию, потребуют в результате притеснений... А если их думать по-другому, можно сказать, что каждая наша отдельная автономная республика, да? Они и так, еще раз, хотели бы потребовать, могли бы потребовать... Ты путаешь, ты путаешь. Когда они автономны, когда они уже сидят на фактически своей земле, они просто требуют провести границу. А когда, как бы, не имеющее места, своего места, вот как, вот, допустим, афроамериканцы, находящиеся на территории Америки, где они скажут, вот это вот наше? Значит, они, конечно, уже там какие-то районы, допустим, в Нью-Йорке, там, да, образуются, гетто, да? Но они, как бы, так сказать, ну, самозахватные. Да, мысли понимаем, только вопрос же, могут они или нет. Израильский пример можно, кстати, трактовать и не только в духе, вот реализации идеологии этнического национализма, как вот развитие этноса привело к появлению государства, а вполне в духе гражданского национализма, а именно людей, воодушевленных одной идеей. Вот знаменитый американский социолог Андерсон, да, написал, там, в лет 10-15 назад книжку, достаточно популярную, и вот описал о том, что нация, это такая политическая общность, которая объединена вот общим воображаемым. Вот у тех, во первых, 30 лет, Америка, после распада европейских империй, да, после того, как уже человек не находил опору в церковных религиях, да, и там тоже были свои сложности, вот, и распалась связь времен, и утрачена некая общая пространственность, пасуху империя, империи распадались, да, и вот он нашел время и пространство вот этой идеи общности людей, объединенных, грубо говоря, общими желаниями, да, будущего, прошлого, то есть на основе прошлого и будущего. Такая временная связь выстраивается, ну, и нация должна найти свое место, и американцы нашли это место. То есть сначала идея, а потом нация? Да, то есть не государство конструирует нацию, как некоторые считают, а наоборот, да. Он писал, национализм, это социальная идея, живая социальная идея. Национализм конструирует нацию, национализм, то есть должен сначала появиться национализм, то есть как идейное течение, а потом уже появляется нация. И здесь у евреев как раз, это Тюдерка и Тюдерку, я имею в виду не у евреев, а у сионистов, это сионистское движение, это идеологическое движение, да, и действительно там был очень большой ажиотаж и воодушевление в еврейских массах, поэтому так это все доложится. А вот насчет русских, сказать, что вот русские сейчас объединены какой-то идеей, для того, чтобы я бы постерегся. Потому что путаница идет. Нет, нет, еще раз, вы опять же сейчас спустили, вот когда вы говорили про национальное государство, вы-то раньше имели в виду, что это в смысле политическом, понимание нации в смысле политическом, а теперь вы говорите о национальном государстве, еврейском, где национально понимается в смысле этническом. Я говорю, что и так, и так можно понимать. И так, и так можно. Так вот, в смысле этническом... Но некоторые вообще считают, что евреи... Еще раз говорю, национальное государство... Это профессия, многие говорят. Подождите, национальное государство... Это не далеко от правдой. Послушайте, пожалуйста, национальное государство в смысле этническом... Национальное государство, в смысле этническом, у нас невозможно, потому что у нас этносов много. На самом деле, это идеал государства, но, Игорь, надо быть вежливым. Или вы просто выйдете вон на кухню и обсуждаете. Только это самое национальное государство. Когда Гегель рассуждает о государстве, то у него на самом деле речь идет о национальном государстве. И потому оно является высшим проявлением общности людей. Потому что изначально люди объединены в смысле родственной, в смысле этнической. Они этнически объединены, и государство вырастает из этого этнического объединения как национальный государство. Но это только не для нашего государства. Наши государства всегда могут расстать как империя, как объединение многих этносов. Как национальное, в смысле натоэтническое. Нас всех объединяет в первую очередь, на мой взгляд, понятие цивилизация. Я сам простой пример приводил. Выезжаем и все становимся русским. Почему русским? Потому что мы все принадлежим к одной цивилизации. Ее можно назвать русской цивилизацией, российской, скиевской, как угодно. Это типаж, он тысячелетий продолжается. Я, кстати, это мнение поддерживаю. Поскольку, действительно, скорее всего, эту мысль надо продвигать. Но почему-то эту мысль повторяет мало кто. Мало кто из текущего времени идеологов. На самом деле, я еще раз убедился, мы вообще просто все как бы, ну, россияне, но вообще друг друга ничего не знаем. Мы каждый вот изолированно живем. Вот я приезжаю, и чем больше между нами будет диалога... Мы действительно не знали друг друга, да. Нет, дело не в этом. Вот ты, Александр, себя с удивлением обнаружишь, что Россия, она вся разная. Понимаешь, вот можно приехать в Москву, там одна Россия, Питер... Но связанность существенно меньше, чем в той же самой Америке, богословенной. Да, хотя мы едины, на самом деле. Там мы приехать ничего не стоим. Да. Но хотя мы, понимаете, в чем весь парадокс-то. Вот я тебе советую поездить по путешествию по России, ты просто удивишься, насколько она разная. Я очень много езжу просто по стране, но, тем не менее, мы все принадлежим к одной цивилизации. Сами того не подозревая. Понимаете? Вот это очень важная мысль, потому что, действительно, сильнее всего цивилизационное отличие. А что такое цивилизация? Давайте я просто только выдумываю. А вот это, конечно, уже разговор по-новой, понимаешь? Ну вот если говорите о европейской цивилизации, а я говорю о американской цивилизации, потому что между Америкой и Европой разница существенна именно в цивилизационном плане. Понимаешь, да? Тут яркий пример. Извините, что я перебиваю. Есть индийская цивилизация, есть китайская цивилизация, есть арабская цивилизация. Вот обратите внимание, башкиры мусульмане, да? Но по идее должны приезжать к арабской цивилизации, но нет этого. Они принадлежат к российской цивилизации, при этом они мусульмане. Есть ли российская цивилизация противоположность европейской цивилизации? Есть, конечно. Не противоположность, а как отличие? Хорошо, а чеченцы, как раз они идут по индикатору, что они как бы... Тут определение идет, считают ли они эту цивилизацию своей. Да. А как вот так вот? Они считают или кто-то им говорит? Вот простой пример. Чеченцы мусульмане, башкиры мусульмане, абсолютно и те, и другие мусульмане. Одни считают российскую цивилизацию своей. Да. Ты где-нибудь слышал, что там, не знаю, башкиры выгоняли с рынков или что-то? Нет? Потому что это настолько интегрировано. Причем мы сами себе башкиры... Эти дебилы потихоньку дойдут до этого. Не надо до этих вещей сказать. Вот это же дебилы. Дебилы это про националисты. А, да. Националисты. Вот это для того, чтобы... А он нравится еще и башкиры выгонять. Нет, я просто хочу сказать, что вот... А, кстати, у вас буддистов много, да? По-моему, буддистов в башкире? Нет. Да мы вообще мусульмане. Какие мусульмане? Нет, это ты путаешь. Это калмыкия. А, с бурятами путают. Это тоже не мы. Просто я хочу сказать, что вот... Видите, то есть можно приближать к одному типу цивилизации, при этом там... Вироскит, да, нибудь другой. Но вот это примично, мне кажется. Это вот, ну, всегда узнается. Даже вот до сих пор, вот сейчас Советский Союз развалился, мы как другу узнаем за границей? По Советскому Союзу. Даже, может быть, там, с Узбекистана или там, не знаю, откуда-то... Но все равно типаж вот какой-то цивилизационный есть, понимаете? То есть есть совокупность... Это наш почерк. Совокупность каких-то признаков, которые у разной совокупности меняются, ну да. Вот эта совокупность там, вот советский народ там... Да это и наш почерк. И, между прочим, он возник не сейчас. Я вам приведу пример. Во всей цивилизации. Нет, нет. Вот на этой территории он был изданным, он присущ этой территории. Он был у скифов, он был у гунов. То есть вот эта территория всегда отличалась вот таким набором характеристик. Ну да. Вот вы если на что это там читаете? Ну вот надо просто понимать, в чем дело. Надо его как-то попытаться сформулировать этот набор. А он сам вырастет из народа. Нет, естественно. Если как бы мы хотим идеологию какую-то. А, если идеологию, то это уже нет. Потому что просто сказать слово цивилизация, да? Нет, это моё. Вот. А есть другая концепция, что она нисколько не цивилизация. А русский это просто способ исторического существования и вразийской эра унины. Но это настолько естественный способ. Вот я просто изучал историю... А я слушал, что русский это способ существования белка. Так вы не противоречите друг другу. Вы говорите. Совокупный шпаг. А то правильнее. Ну что, всё же заканчивается. На самом деле вот этот понятие цивилизации очень хорошо видно. Это не временно показывается. Когда заходят японцы, смотрят на джигарханяна и на это. Все термопи газорли отсюда.